Добрый день, уважаемые слушатели! Мы с вами в эфире канала Travel Connection Union. Продолжается цикл лекций, посвященных Гранд-Канавии. Сегодня у нас четвертая завершающая лекция. Мы будем говорить о южной части острова, продолжать изучать отельную базу, а также продолжим изучать туристические маршруты. Как нашими лекторами, как и на предыдущих лекциях, будут Виктория Заринская, представитель туристического офиса Гранд-Канария, и Валентина Григория, компания Neo Travel. Хочу вам сказать, что сегодня у нас завершающая четвертая лекция, но наши коллеги из Гранд-Канария бонусом проведут нам в понедельник, 30 августа, пятую лекцию, посвященную Майлс-туризму. Да, бы очень много вопросов было, когда мы читали предыдущие лекции, посвященные именно Майлс-туризму. Далее, после того, как мы прочитаем все четыре лекции, плюс нашу бонусную лекцию 30-го в понедельник, вы получите от нас письмо, где будут собраны ссылки на все лекции, чтобы вы еще раз могли их пересмотреть, повторить для себя какой-либо материал. И уже позже, 10 сентября, вы получите от нас письмо, опять же, со ссылкой на тест, который вам необходимо будет пройти. И по результатам теста вы сможете получить, если вы пройдете успешно, набрав нужное количество баллов, сертификат о том, что вы являетесь специалистом по Гранд-Канарии. А тем, кто будет наиболее успешен в тесте, кто участвовал в наших вебинарах, задавал вопросы нашим спикерам, сможет участвовать в рекламном туре, организованном Турористическим офисом Гранд-Канарии. А сегодня четвертая лекция. И я приглашаю к нам в студию представителя Гранд-Канарии, Турористического офиса Гранд-Канарии, Викторию Азаринскую. Виктория, еще раз добрый день, Виктория Азаринская, представитель офиса Гранд-Канария, которая отвечает за наши страны. Виктория, я рассказала нашим слушателям о том, что сегодня у нас четвертая лекция, но у нас еще есть бонус, пятая, в понедельник, 30 сентября, где мы будем говорить о Гранд-Канарии как майс-направлении, как месте для проведения мероприятий, различных мероприятий. Вы меня слышите? Да, да, слышим. Это не будет конкретно, скажем, майс со всеми подробностями. Так как были вопросы, это будет обзорная, ознакомительная лекция о возможностях майса. И если она вызовет интерес, то мы будем готовить уже такой цикл, потому что я хочу затронуть тему не только майса, а все возможности, которые как бы соприкасаются с туризмом, в то же время нет. Это съемки фильмов, это свадебные церемонии, постсвадебные церемонии, съемки фильмов, съемки, простите, фотосессии, путешествия, фото путешествия, то есть то, что как бы не совсем туризм, но эти все возможности есть, и они уже очень широко и давно используются на острове, но о них надо знать. Поэтому майс это очень серьезная тема, за один вебинар мы точно не успеем, но мы хотя бы посмотрим, потому что я хочу затронуть тему еще немножечко велнеса, яхтинга, то есть это такие темы и посмотреть, что интересно. И потом я хочу сказать, что это не просто цикл вебинаров, мы открыли академию обучающую на Гранд-Канарии, поэтому это был просто первый цикл, дальше пойдет другой. И в зависимости от того, какой интерес вызывает та или иная тема, мы и будем готовить. И дальше мы будем, благодаря вам, с вашей помощью тоже, будем сделать рассылки. Кому интересно, будет подключаться, у кого какая специализация. Медицина, велнес, бьюти, яхтинг, спорт. Это же все есть. Отлично. Спасибо, Виктория. Да, сегодня мы переходим к нашей четвертой лекции. Виктория, вам слово. Мы опять говорим о Гранд-Канарии. Мы очень ждем этого. Да, ну что, добрый день. Кого утра, кого нет. Добрый день всем. Я хочу начать с еще одного последнего маршрута. Мы показываем, мы показали вам всего четыре маршрута. И не значит, что это исчерпывающе. Просто вот в рамках этого фестиваля нашего, нашего цикла вебинаров, я могу сделать только это. На самом деле их гораздо больше. Но давайте мы еще раз прокатимся по центральному маршруту. Он очень близко похож на тот Гранд-тур, который мы обычно предлагаем нашим туристам. Поэтому я попрошу Машу поставить центральный маршрут по острову Гранд-Канария. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Игорь Негода! Вот эта серединная часть острова, она очень-очень удобна для того, чтобы там можно было бы посмотреть что-то еще. Она хорошо комбинируется. Половину путешествия вы можете провести на машине или автобусе, а также очень хорошо оттуда пойти пешочком по горам. Помните, мы ходили с вами, кто был субтитры Алексею Дубровскому! 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 Я тоже очень люблю этот вид отдыха! Субтитры Алексею Дубровскому! 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 В Атлантику! Субтитры Алексею Дубровскому! 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 Мы рады вас видеть! Субтитры Алексею Дубровскому! Сейчас вам слово! Итак, сейчас, минуточку я всем покажу свой экран. Ну что ж, как я уже сказала, сегодня будет очень много информации, потому что, кажется, столько было лекций, целых четыре лекции об этом острове столько, много поделились с вами. Виктория со своей стороны, я со своей более практичной, поэтому сегодня мы будем быстренько смотреть все, что подготовила. И так как мы и в прошлый раз договорились, что все, кто подпишут на любую соцсеть Grand Canaria и напишут, что этот конспект, этот конспект также будет отправлен. Ну что ж, все меня, ну, большинство, я надеюсь, уже знают. Меня зовут Валентина Григорьева, я представитель Neon Travel. И сегодня мы будем говорить именно о остальной части Южного острова, отелях. И здесь будет очень много вопросов, ответов на вопросы, которые возникали в прошлом вебинаре. Итак, эту информацию все, кто смотрели третью лекцию, помнят. Я ее перечислять не буду, но она в презентации сохранилась. Здесь в основном все эти правила, общие правила по отелям Grand Canaria. Соответственно, все это можно будет в третьей лекции прослушать и здесь посмотреть. Если будут какие-то еще дополнительные вопросы, мы с удовольствием ответим. Как вы помните, презентация по отелям, она составлена, можно сказать, каждый слайд, это три таких части. Это фотографии, это небольшие комментарии с нашей стороны и плюс фиктограммы, которые обозначают основные характеристики отеля. И что ж, начнем с масс-поломость. Единственное, здесь немножко такая карта, которую вы потом увидите на презентации. Здесь больше выделила те отели, которые мы рекомендуем. И в следующей слайде вы увидите, что появится такая небольшая отметка с регионом. Так как здесь как бы масс-поломость, да, но есть отели, которые принадлежат слайд или ингрес. Но территориально, я бы сказала, уже они масс-поломость, но все равно это граница с масс-поломостью. Так же само будет и с этой стороны масс-поломость и меланерос. Те отели, которые, я бы их больше отнесла даже к меланеросу по характеристикам, но территориально они находятся в зоне масс-поломость. Что ж, начнем с визитки, скажем, от этого отеля Гюн, да, есть отель Рио-Палас Масс-Паломость, который воспользовался затишим, да, на острове. И во время пандемии сделал капитальный ремонт. Он перестроил полностью, после ремонта он стал в 5-9, он был в 4. Сейчас этот отель он ли адрес, если раньше была зона для взрослых и была также зона для размещения детей, то сейчас это полностью только для взрослых. Территория также осталась зеленая, с бассейнами, с, можно сказать, прямым выходом в дюны, что обновились номера, да, более свежие, комфортабельные номера. Да, гастрономическое предложение улучшено. Плюс для каждой категории джуниор-шута в саду-отеле балийские кровати, да, если можно заранее их как бы за своим номером забронить. Здесь на самом деле, что нужно отметить, несмотря на то, что выход с дюны до пляжа 800 метров, то нужно пройти через дюны и попадаете на пляж. Поэтому отель очень интересен, и сейчас он по просьбам также и прошлых вебинаров просили список гей-фрэмли-отелей, он в конце будет. И некоторые отели из нашей подпорки, они бы также будут фигурировать, но это не означает, что здесь только, скажем, нетрадиционной ориентации пары, он просто так же могут быть они там. Вот, его любят этот отель тоже и другой ориентации куритты. Дальше идем. У нас Абора Катарина Байлоба-Сян, можно сказать, за Рио-Паулос-Мосполомос находится, вспоминаем предыдущие лекции. Абора значит семья. Все, что для семейного отдыха, но плюс, так что не забывайте, для отдыха для взрослых. Соответственно, есть конференц-залы, есть несколько варов, несколько бассейнов. До пляжа-пляжа это километр, потому что впереди дюны. Но имеется трансфер бесплатный, почему-то еще уточнять. Это ввиду той ситуации, которая сейчас, то лучше всегда это переуточнить. Нормальное время всегда в трансфере до пляжа работают. Отель довольно такую хорошую территорию имеет, поэтому имеется также бассейн, терраса для навесок, туда просто так семейные пары не попадут. И все, что касается инфраструктуры курорта, все рядышком. До смотровой планшадки на дюны, пожалуйста, сами дюны, пожалуйста, до пляжа вас довезут. И плюс вся инфраструктура с развлечениями с рестораном, она имеется. Отель работает только по системе «все включено». Дальше Кумара, Сереноа, это единственный отель из этого бренда Кумара. Отель, можно сказать, обрамлен природным парком дюн, полем для гольфа и пляжем Масполомос. Получается зона, которая самая, скажем, дальняя или ближняя к дюнам, это зона для взрослых, где есть также отдельный бассейн. Бунгало для размещения только для взрослых, более спокойная территория и вид, можно сказать, на природный парк дюн Масполомо. Плюс также имеются и детские горочки, небольшой бассейн с детскими горочками. Есть бассейны, рядышком, скажем, насыпан песочек, где детки могут походить, не только детки, взрослым тоже приятно песочек почувствовать. Шикарно электрономический, да, он небольшой, но так как это максимум двухэтажное бунгало, и плюс то, что номера есть как двухкомнатные, так и однокомнатные. Есть со своей терраской перед номером, с мебелью тоже оборудованы. Он такой очень уютный, спокойный, и плюс, если на пляж, всегда есть трансфер. По реновациям и по прочим, я думаю, не буду упоминать, это только те, где нужно будет какие-то моменты прокомментировать. Дальше мы едем недалеко от Кумара, находятся Бикордеаль Бунгало Грингольф и Сань Федич. Бикордеаль Бунгало – это комплекс двухзвездочный, но я его хотела бы отметить и выделить в этой презентации, несмотря на то, что это две звезды, он очень чистый, аккуратный, спокойный. Это в виде бунгало, да, 266 номеров, которые полностью реновировали, да, обновили в момент, пока было затишье из-за стандемии, то номера чистые, свежие, все с кухни, имеются на террасе мебель, всегда можно посидеть вечером. Плюс имеются номера дуплекс, да, двухэтажные, как на максимум три человека, так и на пять человек. Плюс, несмотря на то, что это две звезды, они предоставляют бесплатный транспорт до пляжа и до центра Плайта Ленингресс, что тоже очень удобно. Питание, возможно, от только размещения до полупансиона – это максимально. Значит, и что еще хотела сказать, что довольно тихо, спокойно, да, и для деток, если с детками делать, тоже есть такой уголочек, где могут детки поиграть и отдохнуть. Поэтому эконом-вариант хороший, качественный на Гран-Тоннеле также имеется. Идем дальше. Мас-Паломас и Табайба Принцесс. Здесь на одном слайде два отеля, они сейчас отдельно. На самом деле территория у них совместная, но по ценам, если будете смотреть, да, то у Мас-Паломас чуть-чуть дешевле, а Табайба чуть-чуть дороже. Это, скажем, разница связана с тем, что Табайба были буквально вот недавно-недавно, в 19-м, в 19-м году были обновлены номера, соответственно, чуть-чуть цена номера поднялась. Плюс общего пользования помещения, да, таких как ресепшн, обновили, освежили Табайба. Но территория у них общая, да, они могут отдыхать как на одной, так и на второй. В общей сложности семь бассейнов, это примерно четыре для взрослых и три для отдельных. Если мы смотрим, какой отель из этих двух выбирать для семейных с детьми, то я бы рекомендовала Табайба, потому что там же находится такой аквапар для деток, больше, скажем, больше развлечения для детей. Но имеется также и зона только для взрослых, если кто-то ищет уединение, поэтому отель универсальный. И последняя реновация в одном и втором, в 15-м году была единственная, что самая-самая последняя реновация, это были номера Табайба. Сьют МВС Байдунас. На самом деле на территории Мас-Паломос есть три отеля в цепочке Байдунас. Это Мас-Паломос Ресорт и Мирадор Мас-Паломос Байдунас. Здесь я расскажу только об одном, чем он удивителен и отличается от других. То, что это такой небольшой комплекс с садами, плюс это билы и сьюты. Если вот кому-то хочется такого больше, как приехать к себе на вторую резиденцию на Гранд-Канаре, отдохнуть, это вот это ощущение, плюс территория отеля, которая имеется и бассейны, и рестораны, и бары. И здесь единственное, хотелось бы отметить, что реновация была в 19-м, 20-м году. Они постепенно реновировали, освежали номера. По количеству номеров, сьютов и вилла я выделила вам отдельно. И что тоже очень важно, удобно с детьми отдыхать или большой компанией, то, что здесь все включено. Соответственно, не нужно переживать, можно на территории отеля отдыхать. И плюс для детей есть также и аквапарк, и развлекательная программа, мини-клубы. И, как я уже раньше говорила, многие отели, которые расположены в Мас-Поломосе удаленно от пляжа, предоставляют бесплатный транспорт до пляжа. Дальше переходим как бы к Мелуанерос. Мелуанерос, но есть несколько отелей, которые территориально находятся в Мас-Поломосе. Но мне бы все-таки хотелось их отнести к категории отеля в Мелуанерос, потому что это звездочные отели, очень для взыскательных туристов, которые ищут именно пять и не меньше звезд отдыха. Здесь на карте вы потом посмотрите, изучите. Здесь они довольно все. Единственное, что вот туда, за Виа-Дель-Конде, чуть-чуть дальше, ближе к Гольф-Полям, находится аж 10 Мелуанерос отель, который на презентацию, к сожалению, не включила. Итак, начнем. Сейсайд Гранд Отель Руссиденсия, цепочка Сейсайд. Этот отель также входит в Living Hotel of the World. Плюс отель немножко так выделяется своей дизайном архитектурой. Он состоит из испанских вилл в колониальном стиле с балконом или террасой. Что-то подобное можно увидеть в отеле, который расположен на юге Испании, в районе Марбеллии, в той части, да, в таком же дизайне оформлены номера. Это больше, ну, вот как дома, как у бабушки испанской дома приехал. Но качество, сервис, все очень продумано в плане удобств для клиентов. Плюс недалеко от отеля расположен Сейсайд Пайн Бич. Гости Гранд Отель Руссиденсия также могут пользоваться территорией этого отеля. Что самое интересное касательно детей. Детей до 13 лет в отеле не принимают, кроме инфантов, кроме маленьких детей до 3 лет. Это больше связано с тем, что размещение в номерах, да, чтобы было более комфортно, то максимум, что можно поставить за детскую кровать. Здесь также хотелось отметить, что было две реновации. В 2018 году чуть-чуть побольше. В 2020 году также были некоторые инфраструктура отеля, тротуары. обновили, немножко привели их, да, когда людей не так много, что можно привести отель в такой серьезный и прекрасный вид. Значит, и Сейсайд Пайн Бич, он чуть ближе, можно сказать, в прямой выход к пляжу. Рядышко находится озеро и плюс выход на пляж. На самом деле этот отель очень, скажем, символичен, символичен, как и зеленитые и сами песчаные дюны. Да, многие в Гран-Канарио, в Мас-Паломас ассоциируются этим отелем. Ну и здесь, конечно, больше можно рекомендовать для семейного отдыха. Тут также фигурируют две даты реновации по этим датам, хотела прокомментировать. В 2004 году была полностью капитальная реформа, да, когда был поменят дизайн номеров, все, что касается именно такого глобального. И в 2019 году, ой, в 2019 году, да, извиняюсь, году были также небольшие там работы проведены около бассейна, на территории отеля, соответственно, ну, плюс также те номера, которые немножко нуждались в каком-то ремонте, их также привели в порядок. Соответственно, можно сказать, за время пандемии отель привели в такой чистенький, хороший, ухоженный вид. Здесь, что еще хотелось бы отметить, спрашивали, да, отели, которые разрешают размещение с животными, так вот, Сесайд Гранд Ресиденция и Сесайд Пан Лич, они разрешают размещение с животными, это до 5 килограмм, это платная услуга, это заранее нужно запрашивать, и животные не имеют права находиться на территории общего пользования. Так, идем дальше. Лопесан Баобаб Ресорт. Вот это, на самом деле, Ресорт, огромный отель, расположен, можно сказать, на второй линии береговой, был построен и открыт в 2009 году, каждый год немножко приводится в порядок, да, и ведутся такие, скажем, поддерживания отеля. Очень необычно и сочетает в себе этнический шарм, современность, естественность. На самом деле, это чувствуется в каждой детали в отеле, как и общего пользования на ресепшн, коридорах, в отелях, да, это все очень чувствуется. По территории гуляем, там, жирафы, зебры стоят. Очень хорошая зона для детей с мини-клубом, с отдельными бассейнами, сборками. Сейчас, конечно, в связи с ковидными условиями немножко ограничены вот эти возможности оставлять детей, но это в любое время, мы вернемся к нормальной жизни, это все будет и будет. Также отели Лопестан, в том числе и Барабак, предлагают номера с сервисом юних, да, это дополнительное преимущество для каждого номера, это полотенце для бассейна, это ванная принадлежность к фирме Ритуал, это знаки внимания по прибытию, в номере кафе на Машингтен Эспрессо и куча еще много разных таких привилегий, которые дают и делают отдых более качественным. И еще такой момент хотелось бы выделить по данному отелю, что в этот отель можно просто прийти отдохнуть, у них имеет такая услуга Day Pass, в которой в цену входит обед, полотенце, и на территории отеля в бассейнах можно отдыхать, потому что большой, очень зеленый, много бассейнов, которые перетекают из одного в другой, можно погулять по территории отеля, вот, и это можно сделать любой не отель, а турист, который захочет отдохнуть на территории этого отеля. Дальше. Одна из, скажем так, вау этого года, цепочки Лопеса, это Costa Meloneros Resort & Spa, 4 Superior, он не 5 звезд, но по ценам, я вам могу честно сказать, он даже где-то перебивает из звездочной отели на Meloneros. Здесь рассказывать об отеле, какой он был раньше, это бессмысленно, он всегда славился, и всегда был знаменит, и очень выделялся своим сервисом, качественным строчек и размещением, расположением. Он находится, можно сказать, на первой линии, замечательный вид, замечательный сад, но вот буквально весной, летом закончилась реновация, закончилась реновация, она была полностью, это самый большой отель, цепочка Лопеса, 1136 номеров, плюс очень хорошо подходит для групп, подходит, в том числе, если группа есть, конференц-зал на территории отеля, но также рядышком, недалеко от отеля Бауап, имеется конференц-центр, где можно делать очень огромные конференции, семинары и выставки. Здесь хотелось бы отметить, что культовая архитектура отеля вдохновлена именно эстетически двухзнаковых зданий в колониальном стиле. Это Санта-Каталина, Лас-Пальмас отель и отель Националь в Гаване. Если кто попадет туда и был, скажем, в Гаване, видел отель Националь и побывает в Лас-Пальмас, то сможет сравнить, на самом деле они похожи. Недалеко расположены бульвары Пару, с ресторанами, с магазинами и то, что, несмотря на то, что первая линия до пляжа немножко нужно пройти, 500 метров не больше. Реформа. Что произошло после реформы? Коснулось расширением и созданием новых зон. Модернизировали зоны с большим потоком. Это рестораны, это на фотографии, вот эта фотография, это знаменитая Ла-Пласса, здесь обновили покрытие, созданы новые достопримечательности в садах, что те, кто отдыхал, хостер Милонерос, вернувшись сюда, они, да, они попадут в те же руки, в тот же сервис, но будут приятно удивлены новыми инсталляциями и новыми зонами, которые после реформы появились в отеле. Отель рекомендуем на 100%. Тут, не знаю, даже самый изыскательный турист не сможет найти, чему придраться. Дальше. Рио Палас Оазис. Можно сказать, с прямым выходом на пляж, вот у него калитка, сразу променадик небольшой, да, и пляж. Замечательные сады. Для детей очень много развлечений, мини-клуб, бассейн, имеется family to bedroom, да, то, что очень важно для развлечения семей. Плюс отель имеет награду вообще отели Рио, да, все отели Рио, которые расположены на юге, имеют награду Travel Life Boots Awards. Это экологические награды, да, то, что они бережно относятся к природе. Что еще хотелось по этому отелю отметить, что здесь не только в Рио Палас Оазис, а в Рио их будет три на юге, да, в зоне Меланерос. Я расскажу о двух. На ужин мужчин просят приходить длинных брюхов, да, в шортов не пускают, могут попросить ходить переодеться. Это нужно предупреждать, потому что, ну, не всегда в теплое направление мужчины берут брюки и джинсы, чтобы именно зимние было. Дальше Рио Палас Меланерос, также можно сказать первая линия, но до пляжа 800 метров. Океан перед вами, замечательные виды ресторанов, территории, завораживающие просто территории, пейзажи, плюс номера были немножко, ну, как бы такая общая реформация была в 14-м году, да, а в последние годы немножко поменяли в номерах, да, дизайн. плюс имеется оздоровительный центр Боделар, да, это гастрономические выборы, ала-карта рестораны. Рио, ну, как бы, это качество, о котором, я думаю, много говорить не нужно. лопе-сам, виа-дель-конте ресорт и талас. Единственное, сейчас сразу хочу, я вернусь потом к этому, главное здание на самом деле было построено по канонам не классической церкви, которую вы можете в Агуимеш, когда поедете путешествовать, увидите Экглесия де Сан-Себастьяк. И вот на следующем слайде я вам специально подготовила сравнение, насколько они похожи, да, вот это это отель Виа-дель-конте, а это именно собор с Себастьяк, который расположен в Агниме, и они на самом деле очень похожи, и это ресепшн, который похож на собор внутри, вот, очень необычная, уникальная, даже можно сказать отель, и по услугам, и по дизайну, и по сервису, и по гастрономическим предложениям. Такое, скажем, стиль канарской деревни, да, полокольчики, фасады, фонтаны, все велено, все так спокойно, такие номера, многие номера находятся в здании, как виллы, да, трехэтажные максимум. То, что я говорила, что замечательное гастрономическое предложение, даже в буфетке, да, каждый вечер новые, новые предложения, плюс спа, развлекательная программа, есть более спокойная, есть более активная. До пляжа, скажем, 800 метров, но также он находится на первой линии, с видом на океан, просто сразу пляжу, там нет пляжа, камни, куда, что не очень удобно отдыхать. Тоже последние, до времен пандемии были тоже обновлены номера, номера очень просторные, свободные, светлые, очень все продумано в деталях, да, и также Юник тоже предлагается, это маленький плюс для тех людей, которые любят отдыхать, чтобы отдых был в каждой детали. Тогда вот этот отель можно смело рекомендовать. Итак, дальше. Едем дальше, и дальше будет, может быть, не все отели, но здесь мы рассмотрим зону Порто-Рико, Плая Амадоре, Плая Лакура тоже будет, здесь на карте можете посмотреть, там будет довольно много отелей, апартаментов, здесь я расскажу о некоторых Платолаваках, да, зона такая, скажем, отель Серватур Гринвич, три дизы, но размещение, расположение у него шикарнейшее, на берегу океана и всего лишь пяти минутах до деревушки и рядышком Анфидельмар пляж, тоже очень красивый, такая бубличка, где можно плюс на девятом этаже шведский стол с ресторан с очень прекрасными видами, есть терраса очень красивая, получается в основном это апартаменты, которые оборудованы разными, есть разные виды, есть выход с прямым бассейном, есть с прямым видом на кем, есть с частным балконом таким большим, на котором можно также отдыхать, плюс в этой зоне такой очень-очень хороший климат для отдыха, кто любит такую, скажем, всегда, чтобы было, всегда было без налога. Вот, размещение, питание можно как без питания, так и до полна, на самом деле, все-таки, мы питание здесь советуем, потому что и завтра, и ужина, они просто очень в красивом, в красивом ресторане, в красивом виде. также Пуэрто-Рико чуть выше, если мы посмотрите карту, вернемся, такое как ущелье, немножко отеля поднимается к лесу. Серваторка Сабланка Суэсенспай, это отель только для взрослых, очень эксклюзивная такая концепция комфорта, современный дизайн, все это так совместилось, плюс еще очень красивые виды открываются, так как немножко на воздушенности. Плюс есть террасы чиллаут, где можно отдохнуть и любоваться закатами и просто видами на Пуэрто-Рико. Номера Junior Suite в основном, да, и они оборудованы такой небольшой кухонкой и террасой с мебелью. Вот, и для, конечно же, отдыхающих отелей вход в спа, он бесплатный, как вы видите, до пляжа Пуэрто-Рико 950 метров, это, ну, просто нужно спуститься и в ужинной мысли. Дальше идем Gloria Palace Amadoris, это отель и Таласо и Таласо Супа, вспоминаем Сан-Аугустин, да, той же цепочке Gloria, где также имеется Таласо-Центр. Здесь то, что очень хотелось бы выделить ассортимент услуг, который предлагает плюк. Можно размещение с собачками, с животными, только есть конференц-залы для совещаний, собраний, в общей сложности 5 залов, максимально 250 человек. В 20-м году была реномация, все пользовались моментом модели, чтобы обновить интерьер и номеров, и общих помещений. До пляжа дойти 600 метров, но на самом деле они даже не чувствуются, там, так кажется, все это очень рядышком. Для детей есть и бассейн, и кровая площадка, мини-клуб, для как-то детей проводят анимация. Обратите внимание, что в номерах страдар Таласа и свит Таласа не допускают дети младше 15 лет, потому что в эти номера входит вход в Таласа в центр. Что еще хотелось, в этом отеле также имеется небольшая зона для новинцев, которые могут отдыхать спокойно, не выезжая в Дюн и Маспаломат, где можно расстрянуться. Едем дальше. Лабранда Коста-Моган, это Плая Дель Кура, можно сказать, Амадорес, и в самом конце есть небольшой пляж, на берегу которого расположен Лабранда Коста-Моган. Прежнее название, если кто работал, это будет Лабранда Регера Марина, но буквально недавно в этом году они открылись после полной реконструкции, реновации, поменяли дизайн номеров, ресторанов, бассейнов. Расположен 30 метров от пляжа, очень приятный и очень свежий, свежий отель, который можно рекомендовать, которые хотят быть в таких уединенных, скажем, местечках. Дальше идем это у нас осталось два таких местечка, которые хотелось бы выделить. Это Плая Тауритто и Плая Де Моган. И Плая Тауритто я хотела бы выделить один Тауритто Принцесс, который как для семьи, так и для спокойного отдыха, для романтического отдыха принимает. Но напротив находится ту и Блосс ресурс, который только для сдрофа. Плюс еще Моган Принцесс Пичин Клуб довольно небольшое местечко, но в плане выбора размещения имеется. Итак, Тауритто Принцесс, то, что я комментировала, находится прямо у океана, прямо с выхода на пляж. Пляж довольно небольшой, но широкий, всем хватает места и отдыхать можно как семья, и романтически. И получается, что также имеется отель довольно большой, но не чувствуется, да, так, потому что есть разные категории людей, которые отдыхают, есть семейные, есть которые доезжают на конференции, плюс очень хорошая анимация, активная, так и детская, взрослая, и немаловажно, что во многих отелях с подогревом, здесь также имеется бассейн с подогревом, что удобно именно для отдыха с детьми. Если и переходим к Порте де Моган, здесь я хотела два отеля выделить, хотя имеются еще и другие, отели тоже цепочки декор Диаль, Моган Плай, или можно его назвать отель ботанический сад, очень красивый, большой комплекс в таком стиле загородного, канадском стиле, в таком деревушке, очаровательной территории, именно ботанический сад с более чем 450 видов растений. Это все около ресепшена, территории разные. Плюс ресторане Лос Муайяреш, который находится на территории отеля, он удостоен одной из звезд Мишклина, поэтому гурманы, пожалуйста, это отель ваш, вы сможете попробовать эксклюзивное блюдо на традиционной канадской кухне с очень красивой, интересной подачи. Реновация была буквально последние два года, понемножку в какие-то части до привели в порядок, вот, до пляжа дойти 550 метров, рядом пляж, который очень хороший песочек, везет, везет, в основном, вот, поэтому отель очень можно рекомендовать в любой категории, да, кто, кто романтику любит, пожалуйста, Порте-Моган, да, и это то местечко, где на каждом углу романтика. И Радисон Блоу Ресорт Энспа, пятизвездочный отель в Порте-Моган, в шестнадцатом году был построен, поэтому о реновации мы даже можем не говорить, он чуть-чуть подальше расположен под пляжем, но это тоже прогуливается пляжа, это такая приятная прогулка, что хотелось бы, это можно назвать семейный курорт, это спасоколонки бизнес-сентры, все для всех в этом отеле, очень просторные номера, современные, очень все такое воздушное, свободное, открытое, очень много открытых простран, поэтому, потому что находясь в таком печке, нужно любоваться местностью. Вот, и на этом по отелям в двух словах это будет все, и здесь как вы просили, многие просили выставить и порекомендовать отели гей-френдли на Гран-Канаре, здесь это основные, и те, которые именно только для гей, и даже есть даже которые только мужчины, да, они так в названии здесь и выберены. гей-френдли отели, которые вы видите в самом верху, заканчивая аж 10 это отели, которые не позиционируют себя гей-онгли, но таких гостей там можно будет встретить. вот ну с моей стороны на самом деле хотелось бы еще рассказывать много и много и много но все-таки мы понимаем ваше время плюс эту презентацию также можно будет получить написав комментарий в любую соцсети что мы хотим презентацию и мы вам вышлем в формате где вы сможете ее потом использовать ее как орган если есть какие-то вопросы пишите пожалуйста мы сейчас подключимся вместе с Викторией и ответим на все ваши вопросы но с своей стороны хотелось бы всех поблагодарить за внимание на самом деле очень приятно что есть такой интерес что информация полезна что ты готовишь это очень для вас нужный материал поэтому для меня лично это самая такая похвала и конечно же до встречи на Гран-Канаре мы все ждем и вас и наших туристов и обещаем позаботиться уедут с острова только с положительными приятными впечатлениями и моментами и так Олеся я передаю вам слово Валентина большое вам спасибо пишет об этом наши слушатели за такую лекцию все сидели с завороженными эмоциями были очень впечатлены ваши лекции все записывали я думаю очень внимательно все что вы говорили потому что это прям и сама презентация и то что вы говорите это прям конспект к действию и выучив все лекции которые вы рассказываете можно стать просто прекрасным специалистом по Гран-Канаре вот к нам подключается Виктория еще раз хочу выразить большое спасибо от всех наших слушателей за такие прекрасные лекции за то время которое мы провели вместе уже целый месяц пролетел как мы вместе говорим о Гран-Канаре но мы не прощаемся уважаемые слушатели мы встречаемся с вами в следующий понедельник это будет 30 августа и мы поговорим о таких более узких направлениях отдыха на Гран-Канаре и также после этого в течение где-то 10 дней мы вам дадим время на то чтобы вы еще раз посмотрели лекции чтобы вы еще раз посмотрели на презентации изучили где-то в десятых числах сентября вы получите ссылку на прохождение теста и мы будем знать кто из вас был более самым внимательным и ответил правильно на все вопросы а сегодня мы вернемся к вопросам которые были заданы в течение лекции на некоторые Виктория письменно отвечала но мы их все равно озвучим вот например один из первых вопросов сколько по времени занимает гран-тура которым рассказывали Виктория рассказывали нам ну в основном это идет 7 часов скажем 6-7 часов в зависимости если это групповой организованной более компактный когда не вы отвечаете за время а вас ведут это где-то 7 часов мы успеваем как бы показать посмотреть это определенное конкретное время выхода все собрались все вышли посмотрели вернулись это одно если вы едете сами то это будет 6-7 часов а если вы едете сами то рассчитывайте где-то 8-9 потому что вы не будете спешить если вы хотите пройтись вы хотите покушать чуть побольше посидеть в ресторане или там побольше поснимать каких-то видов то остров хоть и небольшой но все-таки очень много интересного поэтому гран-тур первое знакомство с островом первое и неполное рассчитывайте 8-9 часов вот а все остальные после этого уже можно делать полдня, ну так, часов на шесть, выехали, посмотрели, особенно если вы в теплое время лучше выезжать пораньше, позавтракали, выпили кофе, а может быть даже без этого, поехали, посмотрели, вернулись, легли на пляж, предположим, да? Ну, в общем-то, шесть часов, семь часов, это нормально для дневной экскурсии. Спасибо, Виктория. Следующий вопрос был о бич-клабе, его стоимость Виктория озвучила, да, это 25-50 евро, но это так было, да, поэтому сейчас, когда туризм возродится, надо будет еще раз это запрашивать, я думаю, все троп-пираторы, Валентина, я думаю, будут знать эти цены, которые будут у Амадора Бич-клаб, да? Он не единственный, бич-клаб у нас есть еще, я его просто показала, самый популярный, так вот, ну, произвольно выбранный, потому что в этих бухточках их несколько, вот таких вот пляжей, можно будет потом посмотреть, мы постараемся сделать отдельное видео, пробежаться по всем и тоже выставим на Ютубе. Ой, это отлично, это прям такое, как руководство, да? Следующий, были много благодарности за маршруты и карту в видео, да, это очень-очень наглядно сразу, какие городки, где посетить, какой маршрут лучше избрать, спасибо большое, Виктория, за... Опять-таки, карта будет увеличиваться, мы сделаем еще, потому что здесь только 4 маршрута, которые были показаны во время вебинаров, но это не все маршруты по острову, их гораздо больше, то есть следите за новостями, мы будем как бы увеличивать карту, и каждое видео теперь будет предварять вот такая маленькая карта, сначала видеокарты, а потом само видео. Спасибо, Виктория, да, и уважаемые, еще раз напоминаю, уважаемые слушатели, подписывайтесь, пожалуйста, на социальные сети Гранд Канария, на одну из, та, которая вам удобна, там публикуются видео, не только те, которые были в наших лекциях, вы сможете их посмотреть, там будут публиковаться маршруты, новые маршруты тех, которых не было в наших лекциях, то есть если вы хотите знать больше о Гранд Канарии, то становитесь подписчиком социальных сетей острова. Дальше, Валентина, вопрос к вам, сколько стоит DayPass, Bab, Resort, вы рассказывали, что такое возможно? Смотрите, если мы берем этот год, да, когда не так много туристов, то это было от 52 до 40 евро на взрослого, за ребенок, соответственно, свою цену, но этот момент всегда лучше уточнять, потому что в зависимости от месяца, от сезона эта цена будет меняться. И сейчас, да, вот в этот период, когда не так много туристов, это очень пользуется популярностью у местных жителей, да, которые приезжают на территорию отеля отдохнуть, вот, и плюс тоже, что будет именно входить. Вот в этом году, да, входил и обед в шведский стол, где можно было пообедать, пообедать, плюс полотенца для бассейна. Как это будет в следующем году, да, или даже этой зимой, это нужно будет уточнять уже конкретно с отеля. Белитина, я бы еще хотела вам задать вопросы, которые были на вот прошлой лекции, да, чтобы мы еще раз повторили, если у нас есть новые слушатели. У нас был вопрос о коннект номерах, насколько они характерны для Гранд Канария, для больших семей. Смотрите, коннект-рум смежных номеров не так много, потому что отели именно сделали специальные family to bedroom, и я старалась в своих презентациях выделять те отели, которые имеют эти категории номеров. Но имеются отели, которые имеют смежные номера. Это, конечно, всегда под запрос, и обычно это категория стандартов. Если хотят с видом на бассейн или на море, то это будет более проблематично. Но все отели, которые работают по концепции family, да, то очень многие имеют номера именно... То есть они продумали это заранее, не нужны коннект номера, и специальные номера для семьи. Конечно, конечно. Если будет один номер, где будет дверь между спальней и салоном, и довольно комфортно можно будет отмечать. Спасибо большое, Валентина. Еще один вопрос хотелось бы задать, он тоже звучал на предыдущих лекциях. А что вот для самых взыскательных VIP-клиентов? Вот какой ваш любимый отель? От Виктории мы уже слышали, да, а ваш любимый отель? На самом деле у меня та зона Миланерос, да, которую я сегодня рассказала, это и сейсайд Гранд Президенция, да, это такой особый отдых. Это и Баобаб с его каким-то необычным. Миланерос Лопесан, который сейчас полностью перестроен, ремонт нашел капитальный. Плюс, как я любитель еще Кубы, Гавана, да, и я там вижу частичку Гаваны, для меня это просто. Плюс у него территория очень большая и зеленая. И, конечно, отели Рио и Дель Конде, он тоже уникальный. Получается вот эти все отели, которые Миланерос можно спокойно рекомендовать. Спасибо, да, Витя, Валентина, так обтекаемо во всех отелях. То есть все нравится, для любого клиента найдется даже для изысканного. Да, это однозначно на Гранд Канаре, как я уже показала, да, и по подборке отелей есть для всех. Есть и двухзвездочный, и для демократичного, но очень хорошего качества. Есть и Гранд Ресорты, и Делюко, и Лакшери, и прочее, да. Поэтому есть все. На Гранд Канаре на самом деле это выбор отелей для любой категории. Не нужно быть суперсостоятельным, чтобы поехать и качественно отдохнуть на Гранд Канаре. Еще один вопрос касается вот Агроусадин, про который говорила Виктория. Есть ли они в подборке туроператоров? К сожалению, эти отели не работают по тарифу FIT, да. Это все под запрос, так как количество номеров очень маленькое, но мы всегда открыты для таких запросов, пожалуйста. Если есть такой запрос, надо писать. Да, конечно, конечно. Это любой запрос, который, ну, просто есть цены, которые можно в любой момент подобрать отель, но такие как Кассас Рурали, да, и Агро, Лизм, также проживание в пещерах, это тоже возможно. И апартаменты, да, мы их видели, они, это уникальный, уникальный экспириенс будет, особенно когда ты проснешься и видишь у тебя вся долина, ущелье перед тобой, и это очень-очень такой необычный. Это все возможно, но под запрос, так как это единичные такие проживания, поэтому не для всех можно выпустить в продажу. Это пока единичные, потому что очень часто мы делали, принимали ретрит-группы, да, небольшие. Да, сейчас появляется вот в связи со всеми, со всеми ситуациями, которые у нас происходят, появляются новые виды отдыха, вот эти ретрит-группы, велнесс-группы йога и так далее, из которых уже выбирают не какие-то традиционные отели, а им нужно что-то не на пляже, уединенное с прекрасными пейзажами, а мы сегодня даже вот наши слушатели и те написали, боже мой, какие пейзажи, да, потому что прям завораживает. Это как раз вот для таких групп, а их, мне кажется, с каждым годом становится все больше и больше. Люди пересматривают свой отдых, появляются какие-то новые течения в отдыхе. Да, когда объединена небольшая группа, 10-15 человек, они объединены какой-то одной идеей, одной целью, будь то фотопутешествие, йога, будь то ретрит, будь то неважно что, у каждого свои интересы, которые не очень хотят контактировать, скажем, с другими людьми, хотят уединиться, то это идеально. И вот в последние годы, то есть в Европе это давно уже как бы принято, но в последние годы, вы знаете, очень часто появились такие запросы. И еще один очень интересный вид отдыха, я о нем хочу сказать, и я буду еще говорить, мы его опробовали, моим последним проектом, очень интересным, вот до пандемии как раз, до локдауна, это было путешествие на яхтах с клубом Михаила Кожихова, когда с острова Лансароты на двух яхтах шли через Форт-Авентуру, то есть посещая каждый остров, там уже подготовлена программа проживания на яхте, и мы шли на Лансароты, Форт-Авентуру, Гран-Каналия, Тенерифе, Сенерифе, Боу-Вилет, например, так, да, это очень удобно, а если где-то, например, два-три дня и люди не хотят на яхте, то тогда вот такие вот, либо апартаменты, либо вот такие вот касса сарурались. Так что выбор есть, пожалуйста, под любой запрос, любой вкус можно подобрать. И, конечно же, Канары, они хороши тем, и аналогов им по миру нет, и я хочу повторить, что это de euro, это Европа, de facto это Африка, и вот такого сочетания вы уже нигде не найдете, поэтому welcome to Canary. Спасибо большое, это прям прекрасные слова, и я думаю, что все слушатели наших вебинаров, наших лекций, да, я думаю, что все уже желают побывать на Гран-Канаре, кто-то даже не знал чего-то и не знал, что Гран-Канаре – это такой прекрасный остров, который совмещает в себя и Европу, и Африку одновременно, как сказала Виктория, то сейчас, я думаю, что это известно всем нашим слушателям, и они будут доносить эту информацию до своих туристов и убеждать их исследовать все Канарские острова, и самое главное – Гран-Канаре, и эту провинцию. Спасибо большое нашим слушателям, спасибо большое нашим лекторам, Валентина, Виктория, было прекрасно, мы прекрасно провели все четыре лекции, и сегодня завершается наша четвертая, и приглашаем наших слушателей в понедельник 30-го на нашу пятую лекцию к бонусам о всех вот этих видах отдыха, которые, может быть, становятся популярны в последнее время, поэтому мы не прощаемся, а до встречи в понедельник 30-го. Всем хорошего дня. Всем хорошего. До свидания. До встречи. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова